ну что друзья здравствуйте мы тут в санта крус можно сказать дочуемся по летнему и у наши гости ну давайте мы так представляется заново будем то что может люди вас раньше не видели дайте с галины начнем меня зовут галина приехал полгода назад семьей мы приехали из москвы так значит а профессия какая в россии у меня была профессия директора магазина чем торговали супермаркеты всем а тут что планируете здесь я планирую сначала выучить английский хорошо а потом искать работу хотелось бы очень с людьми потому что я люблю людей люблю общение вот тут живем увидим пока у меня ребенку полтора года вот и 7 есть время подумать ну а как английский изучаете английский изучаю я хожу в вечернюю школу четыре раза в неделю и тяжело хорошо пишу тесты хорошо я могу понимать то что говорят говорить еще мозг с языком не связан очень не тяжело выражать свои мысли на английском крайне тяжело на самом деле это очень связано то есть как бы может быть она не мгновенно проявляется но когда человек как бы в основу языка проникает то у него есть что развернуть потом знать когда ты просто говоришь без ну просто говоришь это тоже неплохо но люди которые знают граммать там знают правила и так далее у них у них неплохо получается не пришло покажите собачевцу чтобы так все знали у нас три человека 3 субъекта интервьюируется собачка на так своим присутствием влияет хорошо так полгода вы тут и какие-то впечатления уже за полгода накопились то есть вы ничего не тоже ничего не делаете вы сидите с детьми понятие сидите это не про меня я очень подвижный человек и очень разговорчивая нашла много друзей которые помогают мне узнать что есть интересного в этой стране мы ежедневно ездим куда-то в новое место мы изучаем библиотеки пока это даже в школе мы с димой ездим в библиотеке в парк с младшеньким с младшеньким да вот на каждый выходной мы также посещаем какие-то музей то вчера мы ездили летали на самолете бесплатно аэроклуб устраивал для детей на своих самолетах дядечки катали детей все так было хорошо организовано все очень интересно аэроклуб это владельцы самолетов маленьких владельцы самолетов решают и раз в месяц катают детей не страшно детям нет нет ну а вам что вы с молодечью этого клуба еще никто не упал хорошо так кого они реально катали катали детей 7 до 17 лет у нас каталась даша каталась первый раз что говорит говорит очень интересно знаете вообще здесь детям относятся по-доброму с одной стороны с другой стороны очень уважительно каждый пилот прежде чем посадить ребенка он с ним беседовал рассказывал они смеялись то есть это вот такой дружеской атмосфере посели посадили полетели 20 минут они летают то есть это не бегом там три минутки 20 минут они летают потом все выходят и все в восторге то есть мы видим дети которые шли можно после большой горки там американский город увидите которые расстроены здесь таких детей не было все вот такие воодушевленные им дали очень аккуратно они аккуратно взлетают делают круг там 20 минутный и аккуратно садятся показывают океан показывают горы то есть где-то в районе санта-крус тоже здесь недалеко бацанвилле да хорошо ну хорошо а так общее впечатление вот вы жили себе жили так раньше магазином руководили там какие-то вас ну какая-то была жизнь настроение какое-то было я не знаю а вот то что солнышко здесь много это влияет на что-то вы знаете это очень влияет на жизнь всю жизнь вот я прожила 40 лет москве и каждый день я просыпалась мыслью думаю господи также мне здесь холодно как же я хочу ехать туда где тепло то есть то что мы выиграли лотерею приехали сюда это моя давняя мечта я безумно счастливая каждый день радует что я тут когда мне пишут в инстаграме или фейсбуке галя ты не соскучился совсем не соскучилась здесь совершенно другая жизнь начинаешь чувствовать даже неудобно как сказать людям что и не соскучил вот я не знаю как сказать многие думают что я я очень веду социально свою жизнь освещая то есть каждый день мы выставляем фотографии в инстаграме в фейсбуке люди видят где я бываю что я не делаю то есть это много нитр и потому что это хвастовству некоторые даже думают что то я пытаюсь доказать что здесь лучше я никому не пытаюсь доказать я даже не хвастаться просто что здесь другого уровня другого уровня люди другого уровня погода природом маши и дайте но это не то что твои там вы родились в узбекистане а в москве замерзли вы как бы совсем местная нет я всегда Я родилась в Кимках. То есть вам всегда было холодно там? Всегда мне было холодно, грустно. Представляете, вот 6 месяцев в году зима, холодно, грустно, никуда не хочется. Я вставала с мыслью, скорее бы вечер лечь спать. Здесь я встаю и каждому дню радуюсь. Мы когда росли в школе, нам говорили, знаете, как вам повезло, вы живете в стране, в таком месте, где 4 сезона, не то что какие-то там в Африке, где у них и зимы-то нет, и они снега не видели. Но есть люди, которые переезжают отсюда, куда-нибудь там в Сиэтл, потому что там есть какое-то подобие осени, весны, зимы. Я слышал, я не знаю, вот вы как люди свежие, может быть, скажете, я слышал такое, что сейчас как-то принято из районов северных переезжать куда-то к Солнушку, что это как бы массовое, в Ставрополье, в Краснодарский край, что люди стремятся к Солнушку, и как-то сейчас это стало проще с переездом, с жильем, с деньгами. Это сто процентов, потому что я много уезжала, пока была в декрете с Димой, я ездила в Сочи, и там встречаешь людей, я также вот общалась с Казани, с Татарстана, с... Переехавших? Да, с Питера, с Москвы, с Сочи, очень много людей с семьями уезжает, приехала отдохнуть, не смогла, ну, поскольку я вот уезжала и говорила, как же вы здесь живете, как же вам хорошо, как я не хочу домой свою Москву доставаться, смотри, вот они приехали, вот они приехали, вот москвичи у нас, вот эту улицу у нас вообще уже все москвичи. Так, подождите, а что же они там делают? Работа же нужна какая-то или как? Устраиваются там, сейчас в Сочи очень развивается хорошо, там есть рабочие места, в Олимпийском парке работают, многие по удаленке работают, многие, некоторые, но немногие, сдают квартиру в Москве. То есть вы как, фактически, как в Сочи оказались? Ну, сравнить уровень Сочи и здесь по качеству жизни, по климату, походу. А что качество? Воздух чистый, нет? И там чистый воздух, но... Продукты в магазине, наверное, и там, и там есть любые, нет? Там продукты... Все равно не видела такого разнообразия овощей, фруктов, как здесь. Здесь овощи, фрукты, здесь одна морковка, пяти цветов. Ну, может быть, там Турция же рядом, там легко подвезти? Ну, может быть, кому-то легко подвезти, но этого нет. Там для людей не так удобно. Здесь идешь, у тебя в каждом парке убрано, в каждом парке туалет, в каждом парке столик, где покормить ребенка, в каждом парке хорошие качели-карусели. Ну, я понимаю, уровень комфорта другой. Уровень комфорта. Вот уровень комфорта, сервиса, он совершенно другой. А правду говорят, вот я слышал много раз, что люди, которые приезжают по Америку, ну, погостить, например, они тут на всю катушку затовариваются, там, ширпотребом каким-то, потому что говорят, вот это же самое, вот там, где-то там, может быть, и запошлин таможенных, я не знаю, но намного дороже. Вы знаете, я совершенно не шопинговый человек. Я и в Москве-то не любила, как сказать, мерить уровень жизни покупаемым новыми вещами. Здесь мы приехали, мы еще полгода не работаем, дохода у нас нет. Вот про магазины я точно не расскажу, какие что-то, я выставляю ценники, мы были в Сан-Франциско, в дорогом универмаге, красивая вещь, я фотографирую, платье 6 тысяч долларов. Вау. Выставляю, говорю, вау, посмотрите, а мне пишут несколько человек, Галя, а ты в Гуми, когда последний раз была? В Гуми это стоит в два раза дороже. Вот выставляю меховые тапочки, гуччи, сланцы с мехом. Для меня смешно. Да, вот такие сланцы, из них нет. Но гуччи. Стоят там 2,5 тысячи долларов. Я говорю, вау, смотри, смешные тапочки. Мне говорят, а у нас такие тапочки, вообще стоят, еще, я не знаю, сколько они могут, для меня даже 2,5 тысячи, неразумно. Сколько они стоят в Москве? Ну, хорошо. Значит, а вот, в каком месте вы приехали-то? 10 августа мы влетели в США. В августе, значит, в сентябре, значит, муж пошел учиться. Да, на вас как это сказывается? Вот муж там где-то учится, вы пока английский учите, проедаете свои сбережения, между делом, значит, как вообще? Ну, я не думаю так, что мы что-то проедаем. Я живу и думаю, что мы обретаем, потому что мы обретаем опыт, мы обретаем знания, мы входим, смотрим. Тут каждый день такой интересный, каждый день не похожий на другой, что жалко, что, конечно, он учится, и он этого не увидит. хорошо, а вот он, он учится, он как бы не приходит там какой-то огорченный или усталый, какой-то негатив на вас? Как вообще быть женой человека, который учится в портном компьютерскую? Ну, а что нужно? Нужно, чтобы он пришел, было покушать, он приходит покушать, есть. Мы все нагулиные, мы рассказали, он там по дороге пока ехал, посмотрел фотки, где мы были, он же тут, у него что же ФСБУК есть? Так, так. Чуть-чуть с нами повозился, мне дал отдохнуть от детей, потом говорит, ну ладно, вы идите дальше гуляйте, а мне нужно поучить. Я опять собираю детей, беру собаку, иду дальше куда-то развлекаться. А он все учится. А он все учится. Ну, оно в итоге-то, как бы, можно сказать, пошло впрок, да, не то, что пропало даром там. Учился, учился, и доучился. Ну, когда будет первая зарплата, мы тогда скажем, что не даром, когда у меня прошло. Ну, вообще, он умеет учиться, умеет учиться и сам, и он умный, я верю в то, что здесь заработает, и даст мне время найти то дело, которым я хочу заниматься. Хорошо, давайте мы теперь, значит, на Сергея. Как вообще вот? Приехали полгода, вы вообще за учебой, какие-то впечатления у вас еще были, кроме учебы, или как? Ну, да, я в основном изучаю Америку по фотографиям из Галиного Фейсбука. Мы крайне редко куда-то выбираемся вместе все-таки. Ну, вот, в последние дни, может быть, если только то полетать, то посмотреть. Ну, давайте, вот что, давайте я вас тогда буду про школу спрашивать. Вот, вы учились в сентябрьской группе, в целом, когда вы смотрите на группу, в которой вы учитесь, группа занимается, или там есть пара человек, которые занимаются, остальные дурака валяют? Вот, какое настроение там в коллективе? Нет, настроение, оно, что называется, боевое, просто группа подбирает, я не знаю, как остальные, но вот конкретно в нашей группе был достаточно большой разброс общей такой айтишной подготовки. Это всегда так. Ну, то есть, и некоторые люди в ужасе от того, что они слышат там про переменные джава скрипты, присвоение там и какие-то программистские for loop, while loop, а для кого-то это давно уже известно, и ему может быть скучно, он уходит далеко, вперед. Я вот вас спрошу, я частенько вижу какие-то люди, бывают, дай им Бог здоровья, значит, пишут, типа, что зачем вообще ходить там, скажем, в школу, если все, если все это знание есть, например, там на Википедии. Вот можно пойти на Википедию и все то же самое выучить и и не надо даже денег платить. Вот как вот с точки зрения человека, который в классе посидел? Ну, люди все разные. То есть, наверное, есть такие люди, которые могут посмотреть на Википедию и все это узнать. Я сам по себе просто такой, мне тяжело вот почитать и посмотреть и как-то вот абсорбировать. Мне проще, пусть даже то же самое, но чтобы рассказал живой человек. У него можно задать какой-нибудь дурацкий вопрос, если что-то не понял. Как-то оно лучше укладывается в голове, не знаю, что сказать. Кроме того, есть все равно некая разумность в такой постепенности, в каком-то учебном плане, когда ты сначала изучаешь вот это, потом вон то, и оно у тебя накладывается на изученное ранее. Самостоятельно, не понимая, что ты делаешь, собрать такую информацию именно последовательно достаточно тяжело. Хорошо, я тогда усугублю вопрос из той же серии. А они там, все, что они учат, это просто ответы на вопросы на интервью. Хотя, чисто для меня, например, знать ответы на вопросы на интервью большое дело. Тоже немало уже. Это уже неплохо. Но все-таки, вот у нас какой процент того, что происходит, является изучением ответов на вопросы на интервью? Ну, это достаточно все, все, что происходит, можно считать ответами на интервью. Да. Потому что меня люди спрашивали о совершенно разнообразном и как вы будете тестировать там какую-нибудь форму онлайн платежа и как вы будете тестировать какие-то API сервисы и там можно ли сделать main класс в Java public или private. То есть, если ты этого сам по себе ответ на интервью, его, конечно, можно вызубрить, но помимо этого нужно хотя бы приблизительно представлять, что стоит за этим ответом. Потому что чуть тебе изменят вопрос и ты уже поплывешь. Ну, мы на самом деле, мы на самом деле, когда говорим вот это вопрос на интервью, мы имеем в виду что-то такое совсем уже прямолинейное, что реально часто спрашивают, как протестировать карандаш или, например, как ты будешь тестировать логин, паспорт, функциональность. Но, допустим, про классы Java мы как вопрос на интервью не изучаем. Мы можем изучать Java и то в контексте, допустим, автоматизированного тестирования и абсолютно нет задачи подготовить его к интервью по Java. Потому что это невозможно просто в нашем формате никак. Хорошо. А есть такое, что на голову пухнет, думаешь, боже, сколько много всего, много разной информации. Ужасно. Вот, особенно в первый где-то месяц это тяжело утрамбовывается в голове. Абсолютно новая сфера, дикое количество терминологий, которые... Ну, это как иностранный язык. Когда ты не знаешь слов и тебе нужно прочитать большую книжку, ты застрянешь просто на самой первой странице, переводя каждое слово. Потом становится существенно легче и проще. Пожелаем успехов тем, кто собирается учиться на Википедии. Это как бы им нужно, им нужно пожелать. Просто не будет. Но есть разные люди. Возможно, есть такие, кто может прям себя собрать в кулак и как-то... Не обязательно учиться на Википедии. Есть там Курсер, та же самая. Но я не верю я в такое. Ты можешь потом улучшать. За этим есть концепция, что если ты выучил какой-то объем информации, выучил, то этого достаточно, чтобы получить работу. После этого ты пишешь у себя в резюме, что ты водишь такси, а до этого работал прорабом на стройке в Киргизии, а теперь ты прошел курс на Курсере, дайте мне работу. Понимаете? И люди верят, что это возможно. И я не хочу сказать, что это в принципе невозможно, но как бы шансы настолько малы, что можно ими даже и пренебречь, это фактически ноль. Фактически ноль. Не в теории, а так, на практике. Как вот выиграть лотерею, допустим, что-то. Поэтому мало знать какой-то предметной области. Почему? Что такое знать? Одно дело, ты книжку читал, другое дело, ты в проектах участвовал. Это уже совершенно другое знание. Третье знание, ты пошел на практику в компании, и там был реальный живой продукт, и ты реально в этом скраме поджалили, там, со всеми делами, и какой-то инвиромент вокруг, и люди вокруг, и отношения с менеджером этим, и пошло, и поехало. Вот это и есть экспириенс, правильно? Это же не то, что ты книжку читал. Поэтому, ну, хорошо, а вот когда вы практику там завершили, у вас было ощущение, что вы как бы уже фактически в профессии, что, ну, в смысле, что вы уже так представляете, можете, что не проблем, там, ну, в общем, сейчас вот только, вот выпусти меня на простор, как сейчас все там разворотим. Кто сказал, Сократ, я знаю, что я ничего не знаю. У меня сейчас ощущение такое, что я вот потихонечку открываю маленькую щелочку двери в какие-то гигантские комнаты, и там безумный объем информации, который еще нужно изучать. Это правда. Тогда переформулируем. интерншип дал вам ощущение, что вы как-то вот, допустим, перешли из категории черт себе знает, могу, не могу, категорию, нет, ну, это я точно могу. Вот, чего-нибудь такое появилось, что вы говорите, ну, это я знаю, что могу. Нет, безусловно, одно дело, когда ты теоретически изучил какие-то основы, другое дело, когда ты это применил на практике и понял, почему оно именно так, это, конечно, существенно различается. Хорошо, хорошо. А вот были какие-нибудь дурные мысли? Вот ищешь работу, думаешь, нет, у меня не получится, или, ой, вся работа в Индию шла, ой, а вот сейчас там, а вот с русским акцентом не берут, ой, а я там прихожу такой высокий, они все там из Тайваня, маленькие, и меня не возьмут за то, что я высокий, или за то, что я белый, или за то, что я не знаю, у меня собачка не той породы. Вот страхи какие-то были? Страхи были, но как бы я сам по себе авантюрист по натуре, и страхи эти были, в общем-то, до того, как мы сюда переехали, в процессе, так сказать, сборов. А уже, когда приехали, ну что уже бояться? Уже либо получится, либо не получится. Если не получится, надо собираться и, я не знаю, переезжать во Флориду, работать трак-драйвером, барменом, грузчиком, начинать где-то сначала. Но просто нужно понимать, что там какую-то градацию для себя сделать, если не получилось за год, то, наверное, уже не получится никогда. Потому что все-таки... Вы что такое говорите-то? Это люди все разные, кому-то и за неделю показалось, что медленно, а кто-то их за год, говорит, нормально. Когда ты меняешь жизнь кардинально, а пойдите, поучите в City College 3 года или там в университете 5, понимаете? А что такое год? Год вообще нишки. Вы знаете, какую мы задачу решили с сентября месяца? С сентября по февраль. Какую задачу мы решили? А какую мы решили ее задать за год? Все вот так вот. Да. А расскажите, как вы собачку эвакуировали? Собачку-то... Да. Давай, забудь-ка его. Давайте, забудь. Ну, надеюсь, аэрофлот не будет смотреть. Да, давайте. Несколько лет назад у аэрофлота на рейсе, по-моему, из Арабских Эмиратов умер французский бульдог. А, да. Люди перелетели в Москву. Это был, по-моему, октябрь или сентябрь. И большой был перепад температуры, влажности. И собака вот не вынесла именно этого. Сам перелет по себе не повлиял. Но аэрофлот, тем не менее, запретил перевоз брахицефалов в своих самолетах. Выставили они список пород, которые нельзя перевозить. Тех, у кого вот короткий нос такой. Пекинесы, всякие бульдоги и все прочие. Пришлось нам объявлять собаку русской баллонкой, которой не было в списке. Мы ее отрастили длинные волосы. Мы ее долго не стригли. Она мучилась. Чесали ее. И она в результате, когда проходила паспортный контроль, это был кусок волос. Не поймешь, где перед, где за. Это была, да, такая тумба с волосами. Ну, обозвали русской баллонкой в паспорте. Это было как в этом хоть тушкой, хоть чучело. Да, но ехать надо. Но ехать надо, да. Поэтому мы волновались, думаем, не буду там смотреть. Но никто особо не посмотрел. В паспорт, смотрели в паспорт. Так. Вот никак в том анекдоте бьют по морде, а не по паспорту. Да, но это все-таки в итоге это просто потому, что вы хотели именно аэрофлот. Да, прилет аэрофлотом был существенно дешевле, чем все остальные варианты. А поскольку у нас четверо, это была большая сумма. А вы знаете, я еще вспоминаю, вот, я не знаю, помните вы это время или нет, но вот до развала СССР, вот туда, вся моя жизнь в Советском Союзе прошла под какими-то рекламными счетами летайте с самолетами аэрофлота. При том, что других не было. Да. Вот. И как-то так я вот сейчас задним числом думаю, конечно, цинизм какой. Но вот летайте. Храните деньги в сберегательной касте. Да, тоже. Но там вариант был сюда он положить, да? Ну, как бы да. То есть был вариант либо не летать, либо летать все-таки этими самолетами. Может кто-то поездом. Ну да, да. Ой, господи. Хорошо. А сейчас вот как бы много альтернатив, правда? Да. Лети чем хочешь. Ну как, при всем богатстве выбора, да, что называется, другой альтернативы нет. Перелет до Нью-Йорка стоит где-то 25 тысяч. Перелет до Лос-Анджелеса стоит 30 с чем-то тысяч. До Сан-Франциско тоже там 30 тысяч. Вообще даром. То есть все остальные летают от сотни. Перелет бесплатно. Москва, Сан-Франциско, с пересадкой где-то в Европе будет стоить где-то 1150. Слушайте, цены, которые вы называли на перелет Москва-Нью-Йорк или там Москва-Лос-Анджелес это здесь вы за такие деньги можете слетать из Сан-Франциско там в Бостон или в Нью-Йорк или во Флориду. То есть это совсем не так далеко. То есть тут на недорогом. Ну мы вот прилетели из Нью-Йорка в Сан-Франциско за такую же сумму. Так прилетели за Москвой в Нью-Йорк. А что же вы не взяли сразу? Мы сразу все взяли. Мы хотели через Нью-Йорк. Мы в Нью-Йорке прибыли 4 дня. 4 дня. Мне кажется, можно было купить сразу до Лос-Анджелеса с тем, чтобы там 4 дня погулять и лететь дальше. Наверное, так тоже можно. Да, но Лос-Анджелес здесь рядом. До Лос-Анджелеса мы доедем еще когда-никогда. Вот буквально на следующей неделе. А до Нью-Йорка мы доберемся еще не скоро. Ну что же, хорошо. Ладно. Вы доберетесь до Нью-Йорка уже с другим финансовым как бы сказать обеспечением. Ну, тогда мы тоже были не смотрим. У вас остались какие-то, наверное, родственники? Да. У нас остались все родственники, ну, у меня родители сестра с племянницей, у Сережи родители, родная тетя, которая нам всем уже родная и крестная нашим детям. Так. Вот. Друзья мои, крестницы, которые мне... Ну, что они, как они вот вообще реагируют, как они... Не изменилось ли их отношение на типа там предателей родины, там такого нет? Нет, те, кто близкие, они поняли и... Я не скажу, что одобрили, прям совсем... Рады, что видят мое радостное лицо, видят нас в скайпе постоянно. Поэтому, конечно, за нас рады. Но так, чтобы родители прям рвались, заберите нас к себе, пока еще никто даже визу не сделал. Так. В смысле, в гости? В гости пока. Но вы устроитесь, но вы посмотрите, но вы... Такое ощущение, что люди не верят, что здесь так хорошо. Заберите нас к себе, не просто сейчас будет. Ну вот, это да. Так что... С каждым выступлением Трампа все это страшнее и страшнее. Мы смотрим. Ну что же. Хочется отменить. Хорошо, ладно, я пытаюсь какую-то черту такую подвести. То есть, мы с вами встречались, когда? В сентябре, в августе? В августе. Или в начале сентября? Нет, мы встречались... Вы тогда квартиру только сняли. Тогда это был сентябрь, конец. Мы смотрели на вашу квартиру. Да. это вы только приехали, квартирку сняли и, в общем, радовались жизни. А сейчас мы уже завершили, как бы, первый этап. Да, то есть, вот он, Сергей пошел, пойдет сейчас на работу, тот получил свой первый джоп-эффер. Знаете что? Давайте мы закончим вот чем. Давайте вы пару слов скажете о том, какая работа ищется в США. Вот какие впечатления? Я понимаю, что это не так же, может быть, как в Москве, но вот как? Сколько времени? С какой интенсивностью? Какие-то, может быть, огорчения? Какие-то открытия? Какие-то странные вещи, о которых и другим, может быть, неплохо было бы знать? Знаете, главное впечатление это гигантское количество индусов, которые тебе названивают с вот этим вот рекрутерскими услугами. Рекрутеры в Москве есть, но они на очень высоком уровне работают, и я до такого уровня там в Москве не дорос. Никто там не будет какого-то риск-менеджера искать с днем с огнем. Когда здесь тебе названивают в день по десятку людей там из Бангладеша со словами вот срочно нужен, присылай резюме, а я еще там через четвертые руки это занесу в компанию, это, конечно, очень удивительно. И создается ощущение, что на сайтах компаний самих ну буквально там может быть вакансии процентов 20 от всей их потребности лежит. Все остальное как-то через этих рекрутеров распихивается. И, конечно, долгий срок просмотрения. есть такое в Москве тоже ты можешь устраиваться на работу, проходить эти интервью буквально там несколько месяцев. У меня был один банк, я там прошел в пять этапов вплоть до главы департамента, с которым я больше вообще никогда в жизни не пересекался и его не видел. А здесь постоянно какой-то новый рекрутер, потом его менеджер, потом менеджер, менеджер и рекрутер, потом они отправляют эту другую рукрутинговую компанию, там тебе звонит еще один гражданин, говорит, все, я вроде тебя понял, тебе потом перезвонит мой менеджер, еще один менеджер, следующего менеджера и рекрутера. И вот эта цепочка, причем каждый говорит, что это нужно срочно, это нужно немедленно, у нас прям вот срочняк набираем, завтра надо выходить и совершенно никто не беспокоится о сроках, это вас удивляет. Если бы они сказали, ну мы там берем и когда-нибудь найдем и месяц пропали, я бы даже не переживал. А вот тут как-то странно. Ну, это какие-то мантры они повторяют, которые делают людей более заинтересованными, то есть, если его говорят через месяц, он говорит, да, нафиг. Пожалуй, что действительно, я за месяц уже найду другую, зачем бы мне вообще. А так, ну, люди как люди, собеседование как собеседование. Действительно, что я вот ходил в одну компанию, мне сказали, что ты вот задавил всех, больно ты напористый. Давайте вот что, за месяц на рынке, да, причем это месяц сразу с Нового года началось, то есть там обычно первые 10 дней они такие вообще полудохлые. А я размещал резюме еще до Нового года, где-то начиная с середины декабря. Ну, хорошо, месяц на рынке. Середина декабря тоже не самое такое сезон, потому что там начиная с числа с 20-го уже практически уже все. Так вот, скажем, месяц на рынке. Сколько у вас было живьем интервью, живых, face to face? Немного, живых может быть 4-5. Это очень прилично. Это очень прилично. В основном по скайпу. Это очень прилично. По скайпу как бы с лицом, с голосом, с картинкой. но это очень тоже интересно. Это то же самое, то же самое, что face to face. Ну, тогда с десяток. Хоу-хоу. Окей, а вы себя позиционировали как человек, который делает автоматическое тестирование. Да. Поэтому у вас было так много интервью, потому что у вас реально было очень много интервью. когда ты прошел, скажем, 5 интервью в скайпе, живьем и так далее. Следующие 5 легче? С точки зрения вопросов, ответов, вот этих всех, может быть, стресса? Да, даже просто, да, перестаешь бояться разговаривать с людьми. Когда в первые дни звонят эти люди и начинают что-то тебе там в телефон что он только что сказался да то есть сам по себе опыт в прохождении интервью тоже как бы важный опыт привыкаешь то становится но как-то более спокойно начинаешь разговаривать хорошо она интерншипами тоже от амэйшн делали или до вручную то есть как бы наш впрок пошла да ладно ну что же я я не хочу чтобы там кто-то слишком обнадежился услышав эту историю потому что за месяц там четыре живьем или там десяток вместе со скайпом это это нужно быть в очень востребованной такой нишки да вот который является данном случае автоматизировать автоматическое тестирование если бы это было чистое ручное то конечно так так много бы не получилось то есть как бы я просто боюсь кто-то губы раскатает вот у меня разочарование какой-то вот так далее ну что же хорошо а вы еще в компании в этой живьем не были да или как но вот я туда не доехал да мы поговорили по skype и тот хайринг менеджер он сказал ну давай ты приедешь я чем мы сейчас будем там по телевизору разговаривать ты приедешь я тебя тут со всеми познакомлю и мы поговорим после чего перезвонил рекрутер и сказал что что вот они тебя хотят гонять туда-сюда давай все вот 5 числа выходи хорошо то есть вы не знаете где они я знаю где они мне в итоге сказали где их офис я перепутал каком город правда сан рамон сан матео и оказалось что ехать на совсем в другую сторону но что уж это где оказалось это сан рамон за плезантоном сан рамон это вам ну если бы не было трафика может быть минуты 45 доехали но как я смотрю там в принципе трафика нет то есть там небольшой кусочек в сан-хосе а дальше дорога свободная где-то часа и вы же против трафика да 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 я не собрать вы вроде в трафик куда-то идёт вообще везуха ну что же осваиваетесь с автоматизацией и у меня такое чувство что супруга ваша тоже день там вынырнет скоро посмотрит на вас и скажет так я тоже могу но я вот ее все агитирую она пока считает что тестер это человек слишком как знаете есть такая как ее опозвать это не предрассудок а стереотипа работе программиста что программист уперся в свои компьютеры и ничего не видит он больше так и также тестер сидит и тестирует рядом с программистом ничего не видит кроме своего компьютера я люблю людей поэтому менеджеры сразу хочет да 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 то есть руководить управлять направлять да поэтому не говоря по-английски это невозможно поэтому я сейчас поработаю я буду объяснять как разговаривают и общаются тестера на работе они бегая туда-сюда и возмущаясь почему ничего не работает ну что же хорошо ребятки мы с вами прощаемся так завтра в кадр все все мы прощаемся так сразу со всеми так давай собачку повыше повыше собачку вот одинаковый цвет собачки коричневые как дима машет пока пока помаши пока пока давай пока пока ну хорошо все друзья мы прощаемся и прощаемся мы ненадолго правда мы еще хотели пойти школу посмотреть вот мы на самом деле должны были еще на той неделе пойти посмотреть школу на нас сорвалось мы посмотрим не надо еще очень много людей спрашивают так как школа устроенных наша учительница дала добро прийти поснимать все поснимаем давайте будем ориентироваться следующую пятницу а там победим хорошо подписывайтесь до свидания